И сегодня мы снимаем очень крутой ролик, в котором мы будем играть в экстремальные прятки в огромнейшем просто замке. Правила очень простые. Игра длится 3 часа. Участвует 5 человек. Трое прячется, двое ищет. Я буду искать со своим верным рыцарем Димоном, а мы с пацанами будем от них прятаться. У нас, кстати, есть навык Гудок, который замораживает всех неподчиненных в замке. Смотрите, как он работает. Либо так. На 2 минуты. Вам, кстати, придется прятаться очень хорошо, чтобы я вас не нашел. Кстати, пацаны, если мы с Димоном кого-то из вас находим, вы вступаете в наши ряды. В общем, пацаны, я думаю, все понятно. Тогда предлагаю начать. У вас есть... Сколько у них есть? 15 минут. 15-20 минут прячьтесь, а мы пока с Димоном подышим этим воздухом. Так много. Королевским воздухом. Погнали. В общем, ребят, мы уже начали играть, и я этот замок вообще, не знаю, здесь первый раз. И здесь он настолько огромный, что здесь прятаться можно где угодно. Итак, игра уже началась, но я не спешу прятаться, потому что я хочу вам кое-что сказать. Мы очень давно с пацанами хотели побывать в крутом, огромном замке. Но когда нам пришла идея снять здесь прятки, мы просто все офигели. И поэтому сегодня ради вас мы снимаем классный ролик. Просто посмотрите на это. Это же целый замок. Ой-ой-ой. Окна, гардины, витрины. Смотрите, там вышка. Я туда сейчас залезу, кстати. Вы кто такие? Вы просто подумайте вообще. Рыцарь Димон, как тебе такая локация? Это просто нереальный замок. Вы видите этот масштаб? Это просто жесть. Ребята, я думаю, мы заслуживаем от вас лайка. И если вы хотели бы, чтобы мы сняли еще какое-нибудь крутое видос в таком вот замке, то поставьте очень много лайков, чтобы вот тот, кто главный в этом замке увидел это и предложил снять еще какой-нибудь клевый ролик, да? Какой-нибудь квест там. Будет прикольно. Так что, ребята, поставьте очень много лайков и напишите в комментариях слово замок. Димон, где будем их искать? Потому что мне не терпится просто все это обойти. Я думаю, для начала надо обойти всю эту улицу, да. Ребята, я уже зашел внутрь. Смотрите, какой тут клевый коридор. Такой длинный. И тут знаете что? Тут какие-то статуи всякие есть. Смотрите, вот короля какого-то. Так, знаете, что я еще нашел? Огромный колодец. Тут просто все огромное, все огромное. Ух ты! Вы только посмотрите, что я здесь нашел. Здесь в этих ведрах лежат монеты. Вы представляете? Лежат монеты. И я теперь знаю, где можно найти себе денежек. Ребят, я понял, что Леша меня здесь никогда не найдет. Потому что здесь огромная территория. Там на улице можно спрятаться, в замке, на пятом этаже, где угодно. Чтобы обойти все эти комнаты, ему потребуется год, два, может даже пять лет. Но чтобы не упрощать ему задачи, я спрячусь где-нибудь в таком месте хорошем. Ну, может под медведем? Может за этим? Да, это клевая идея! Вот так вот спрятаться, смотрите, и ничего не будет видно. Вот, все, я спрятался. Я уже внутри, и знаете, почему здесь так красиво? Потому что люди уделяли внимание каждой мелочи. Вот, посмотрите на люстру, посмотрите, это просто люстра орел. Я зашел уже в зал, смотрите, как тут красиво, просто жесть. Смотрите, люстры, светильники, картина. Смотрите, какая картина огромная, какая красота. Да, смотрите, какая кровать. Вот, а можно, кстати, чай попить. Димас, я не понимаю, что это за штука, для чего она? Блин, похоже на какую-то катапульту. Ну да, реально. Ребята, если знаете, что это, напишите в комментариях, как называется вот эта вот штука. Потому что мы не понимаем. О, тихо. Что-то мне пришло на мою средневековую рацию. О, Димас, у нас время вышло. О, пошли, да, пошли. Точнее, не у нас, а у них время вышло прятаться. А у нас время только началось. А вот это часы, посмотрите на эти часы. Посмотрите, сколько времени стоит потратить на вот такую скульптуру красивую. Короче, ребята, здесь очень классно. Пойдем дальше. О, Никитос. О, привет, привет, Саша. Что здесь делаешь? Это Никита. Привет. Привет. Смотри, какая картина огромная. Я просто стою уже 5 минут возле нее. Ребята, реально, посмотрите на эту картину. Санька, Санька. Посмотрите просто, какой Стас, какая-то картина. Видите, реально, очень большой масштаб. Вроде бы никого не вижу. Димас, а ты почему сел? Я очень устал. Эти доспехи весят килограмм 20-30. Знаешь, что здесь прикольно? Да, люстра. Люстра классная. Вот надо будет свой замок построить, такую же люстру себе взять, да? А еще здесь такие окна огромные. Для ТикТока хороший свет. Еще и картины классные. Короче, я подумал, еще я дам имя Олег, потому что он выглядит как Олег. Он мужчина, настоящий мужчина. А все Олеги мужчины. Поэтому, Олег, охраняй меня. Если Леша подойдет, съешь. Так, я уже много прошел. И смотрите, что я здесь заметил. Здесь есть вот такие щипчики. Это, походу, их щипчики, которыми не пользовались для того, чтобы просто отщипать свои ногти. Да, они, конечно, огромные. Ладно, пойду дальше. Тут очень много петухов. Но они сме... Что мне? Тихо. Сюда Леша зашел. Артем, смотри. Я, кажется, нашел зал охотников. Тут так много всяких. Роков, животных, корей. Смотрите, тут даже есть медведь. Мне кажется, что его одолел. Был очень сильный джайр. Потому что... Олег, Олег, Олег. О, тут даже есть какие-то фотографии. О, смотрите, вот они победили медведя. Прикольно. Олег, вы знаете, маленький медведь моего рода. Сфоткайте, помыть с ним, братаны. Сфоткала? Я что-то видео снимаю. Пойдемте дальше искать. Ну, здесь очень прикольно. Все, он ушел, он ушел, он ушел. Надо быстрее бежать в другую комнату. Что это за комната? Жесть. Это как будто рыцарь, знаете. Куда я попал? О, привет. Ты видел эту комнату? Ты просто посмотри на нее. Мне кажется, мы нашли предка Дани. Да, у него такое же телосложение. И такая же вот одежда. Даня, если смотришь сейчас, смотри, мы твоего деда нашли, наверное. Или прадеда. Все, я его отвлек, сам пойду. Знаете куда? Вот сюда. Посмотрите на этот зловещий, огромный, длинный коридор. Посмотрите просто вот на эти ужасные фонари. Блин, ребят, тут очень плохо видно, поэтому я включу фонарик. Так, ребят, мы идем сейчас по очень зловещему туннелю, который ведет в какое-то непонятное место. Блин, знаете что? Я понял, то, что если здесь где-то будет эти Дима или Леша, то я их услышу. Ну и вообще, пацаны тоже услышат, потому что у Димы доспехи, которые очень сильно шумят. А в замке невероятно тихо. Я просто не представляю, как раньше люди здесь жили. Тут вроде никого нет. Но вот это вот здание, это просто пушка. Ладно, погнали, ребят, дальше. Мне кажется, мы нашли золотую жилу. Если бы ты, кстати, играл в прятки, ты бы просто мог стать вот тут, и тебя бы никто не нашел. Я похож на экспонаты. Ну да. Просто посмотрите, сколько тут всего ножей, мечей. Это очень крутая комната тут. Тут просто склад оружия. На любой вкус. Пушки, пистолеты, мечи, доспехи одел, пошел сражаться. Потом взял этот ершик там, тоже побегал с ним. Вообще очень круто. Ладно, я вроде бы все тут посмотрел. Я видел, там куда-то Стас пошел, я думаю, к нему подойду. И мы решим уже, что дальше делать. Ребят, вот я зашел в какую-то другую комнату. Здесь какие-то странные картины. А еще я нашел вот свои башмаки. Не знаю, что они тут делают. Вот такие вот мои башмаки. Привет, кстати. Пойдем со Стасом. Ого, смотрите, как тут темно. Кто-то шумит. Надо спрятаться. Итак, мы решили с Алексеем разделиться, потому что замок очень велик. И наши шансы будут малы для того, чтобы найти этих гоблинов. Я нашел здесь оружейную. В общем, я нашел тут выключатель. Когда Дима будет проходить, я просто его выключу и убегу. Ладно, давайте. Я нашел какой-то тоннель прикольный. Тут света мало, конечно, но есть огоньки всякие. Прикольно. Стой, стой. Пошу, 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 пошу. Капец, мне это снаряжение просто портит все. Но он от меня не скроется. Ух, да ну, я не буду в замке прятаться, потому что это очень опасно. Тут очень маленькие коридоры. Я лучше пойду на улицу. Так, так, так. Мне кажется, на этом месте точно никого не будет. Опа. Там, кажется, кто-то был. Погнали быстренько за ним. Блин, ребята, там был Леха. Но он не понял, что это я. А у меня выход только один. Нужно здесь где-то залезть и спрятаться. Надеюсь, что он меня не найдет. Все, ребятки, я вроде убежал из той комнаты. И я захотел вам кое-что сказать, потому что вы давно спрашиваете. Ребят, я заметил, как вы часто пишете, как мы познакомились с Лешей, Стасом. Как мы создали YouTube-канал, как мы решили все это вести, как снимать видосы. Так вот, ребят, когда на канале наберется 3 миллиона подписчиков, мы обязательно расскажем, как все начиналось и как мы познакомились. Хорошо, что я от Димы убежал. Мне повезло. Надо думать, куда спрятаться. Ой, там Никита. Что он там делал, смотрите. Никитос. Здесь кто-то должен по-любому быть. Мы на самом сейчас в верхнем этаже. И отсюда очень все видно. Если вдруг кто-то есть, то ты можешь по себе находиться. И сам еще один узнаешь. Смотрите, я нашел арку, где можно спрятаться. Тут я спрячусь. И буду тут сидеть. Вот тут буду стоять. Итак, я кого-то заметил. Я не знаю, кто это, но по силуэту это явно кто-то из наших гоблинов. Я изучил уже всю территорию, весь замок обошел. Знаю здесь все, поэтому я срежу сейчас и найду его, перехвачу. Там ходит Димас. А там же только что Никей был на улице. Надо быстро позвонить Никею, предупредить, что Димас идет. О, Даня звонит, что он хочет. Алло, Никита, Никита, ты где? Я не знаю, где я. Никита, Никита, с тобой Дима бежал. А ты где сейчас? Я сейчас в башне второй, короче, на третьем этаже. Окей, все, спасибо, бро, бегу. Давай. Давай, беги, беги, беги. Все, надеюсь, Никита успеет сюда сбежать. Надеюсь, Вадимас не словит. Хотя Никей круто играет в прятки, поэтому я думаю, он схавается от него. Вышли мы сюда. Вот это, походу, вот эта башня, про которую говорил Даня. Сейчас придем. Посмотрите, какая тут красота. Не зря я вышел на улицу. Я уже знаю, кто это. Это Никей. Сейчас проследим, куда он. Может, он выведет меня к кому-то еще. Смотрите, такой сад, знаете, как в Гарри Поттере каком-то. Я не знаю, таких вот в фильмах магических, знаете. Ай, дышится хорошо. Он найдет ко мне. Ой, вообще, сейчас залезу к Дане. Опа. Не понял, добрый вечер. Вы арестованы. Куда вы увезутся? Я обошел тебя, я проследил за тобой. Да ну нафиг. Похоже, в туннеле это был ты, да? Я думал, тебя не догонишь. Ты был в доспехах такой медленный. Да, мне было очень тяжело, я решил пошпионить тебя. Так что, получается, в ваших рядах теперь? Да, теперь ты в наших рядах. Погнали, ополчимся. Пойдем, пойдем. А это что такое? Фикольно. В этом замке любая вещь, это для меня какая-то новая находка. Так, ребят, я нашел крутую башню, но забыл вам об этом сказать. Теперь у нас в самом-самом-самом верху. Вау. Отсюда весь видится, ну просто смотрите. Я отсюда могу видеть все, все окна, все проходы, все, что на улице приходится, все. Будет здесь, здесь. О, Димон, привет. Видно сразу мой рыцарь. Прикольно. Ладно, давайте напоследок дунем наш гудок, потому что если там кто-то сейчас за дверью стоит, то он останется в коридоре. Ну все, если ты сейчас стоишь за дверью, то тебе конец. Никого нет. Блин, а я думал, что здесь кто-то есть. Наверное, мне показалось просто. Блин, ребята. Мне только что очень круто повезло. Еще я вот все думаю, что это за ключ, который мне дал Даня. Потому что я несколько раз уже пробегал между коридорами, в которых есть дверь 94, 93, 95. Возможно, я смогу там спрятаться. Надо сейчас пойти и проверить. Так, Димон, кто-то поймал. Надо быстренько посмотреть, кто это. Привет. А где ты его поймал? На улице прятался от нас. В смысле, как мы его сразу не заметили? Я думал, я у меня всех спрятался. Да, у меня у меня всех. Понятно. Прикольно. Надо посвятить его рыцарей. Клятвать данную мне. Посвящаю тебе об одном из рыцарей. Все, Никитос, ты один из рыцарей. И теперь нам надо найти всех остальных. Я готов, ребят. Я, кстати, знаю, где Даня. О, опа. Он мне позвонил, он сказал, что на какой-то из башни. Какая-то вторая башня. Все-таки хорошо, что ты его нашел, потому что он информатор. Теперь ты информатор, а ты рыцарь. И наш поиск отсутился. Теперь мы знаем, где его искать. Да, погнали. Так, я нашел эту дверь. Я уже ходил очень долго, ребята. Опа, ключик подошел, погнали. Ух ты, тут прикольно. Тут много места и стыдло. О, можно рассесться и отдохнуть. Но нет, мы играем в прятки, поэтому нужно искать крутое место, чтобы спрятаться. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь, в принципе, ну, места побольше. Но спрятаться все равно негде. Ты, кстати, знаешь, какую именно из башни? Не, не знаю, он говорил про вторую, но я не знаю, где есть. Ладно, будем метод от подбора искать. Только главное не забыть, нам использовать курицу, как только мы подходим к башне. Напомнишь? Да. Ты главный за курицу, бежи. Что? Конец тебе, Таник. Так, сейчас заходим вот сюда. Ух ты, ребята, блин. Это, походу, какая-то королевская ванна. Посмотрите. В ней моются настоящие короли. Посмотрите, какой здесь странный душ. Что это вообще за душ? Итак, мы начнем первый вход на башню. Пацаны, высокий подъем вас ожидал. Я не знаю, где-то залазить, тяжело будет подняться, особенно Димасу. Не, ребята, я буду осторожить снизу, если вдруг он ускользнет, то я вас поймаю. Красно, вот это мне нравится. Ладно, Димас, ты тогда храняй, вот тебе меч. Вот, тогда я вручаю этого петуха тебе. Все, Димас. Все. Удачи вам. Удачи тебе тоже. Блин, здесь очень низкие ступеньки. Жесть, кто вообще поднимался сюда раньше? Как их строили, интересно? Это ж вообще капец. О, тут аккуратно надо быть. Но здесь все очень красиво, посмотрите, шторы прекрасные. Туалет с длинной трубой. Я не знаю, я устал. Сколько тут вообще ступенек? Я удивлен, что Даня вообще залез сюда. Оба-на. Слушай, что он стоит, как он смотрит потом. Он не понимает, что сейчас будет. Ребят, мне хана, я слышу, кто-то идет зайчик. Легай. Опа-на. Меня убили. Братяна. Каково тебе быть больным? Я играл в игру, а вы меня... Я вас не слышал, просто... Привет, камера. В общем, мы поймали Даника. Ну, Даня, как всегда, спалился просто. Тогда ел чипсы, сейчас он играл в игру. Не, ну ты на самом деле не спалился. Это просто Никитос рассказал, где ты собрал спрятаться. И наш круг поиска сузился до башни. Я понял. Даня, как ты вообще сюда поднялся? Вы слегка шли, я не знаю, что мы устали очень. Ножками поднялся, ножками. А теперь нам осталось найти всего лишь одного Стаса. И мы победим эту игру. Опа, а вот здесь уже места побольше есть, где спрятаться. Только здесь очень и очень светло. И я просто бахнусь на эту кровать и буду здесь лежать. Мне кажется, меня никто не найдет, потому что таких комнат я обошел штук 30 просто. Заклинило, пацаны. Он просто не хочет, чтобы я стал их приспешить. Давай, давай. Так, вот. Кого ты живешь? Хранитель башни Димон. Фух, ну эта башня поприкольнее на самом деле выглядела, кстати. Она была другой. Дань, на колено. Посвящаем тебя рыцарю. Властью данную мне, Даня, ты теперь становишься один из нас. И твоя роль будет роль шпиона. Ты что, ты шпион? Вот твоя накидка. Ну что, он реально шпион. Короче, Даня, твоя теперь задача подойти к Стасу, доверить ему пиццу. И поймать. Я, кстати, Стасу давал ключ, там было написано 94. Может, это нам как-то поможет. 94-94. Может, комната? Может, это ящик просто был ящик. Все, можно немножко расслабиться? Стас, ты где? Выходи. Стасик. Вот он тут в углу спрятался. Как и я? Нет, тут его нету. Хотя, кстати, прикольное место. А может, тут? Под лестницей тоже как вариант? Нет, его тоже тут нету. Я уже половину этого в дворе обыскал, и я нигде его не могу найти. Куда он спрятался? В подвор... Опа! Кстати, а там мы еще не были с тобой. Видишь? Давайте посмотрим. Здесь тоже его нет. Итак, я уже все обошел. Весь левый фронт, я не знаю, как его еще назвать. Везде походил, в замки. И тут ничего нету. О! Я певец. Рыцарский певец. Мы не смогли победить в этой войне. Но мы почти победили. Я бы тоже не нашел, его во дворе вообще нигде не было. Согласен. А ты где смотрел? Я в ресторане. В ресторане смотрел? В ресторане смотрел? А ты где смотрел? Мои доспехи меня подводят. Я смотрел весь левый фронт. Я смотрел все башни, его вообще нигде не было. Где он может звонить? Я не знаю, где он. Давайте ему тогда звонить. И уже вызывать сюда победителя нашего. А мы проиграли. Может он домой вообще уехал? Ну, мне тоже так кажется. Честное поражение. Если он уехал домой, то он. Я уже хочу побыстрее снять эти доспехи. Алло, Стас. Алло. А ты победил, ты знаешь? Ты нас в игру. Да, все, я выхожу уже к вам. Я вас вижу. Чемпион мира просто. А где ты, чтобы он нас видит? Я тебе скажу вам, что. Смыслый, где ты? А прикиньте, он там. А вы знаете, как по сосине, вот так вот. Я тоже там не был. О, мы сейчас дождем Сива и спросим, где он был. Да. Пацаны, я здесь, я победил. Спасибо, аватые, аватые, спасибо. Спасибо. Где ты прятался? Ты реально профи. Ты где-то там прятался? Нет, я прятался в настолько шикарном и хрупком месте, что даже надел бахилы. Я понял. Блин, но ты победил, и ты главный теперь. Теперь ты ищешь. Спасибо, Аштарович. Всегда хотел это сделать. В общем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А еще хотели бы поблагодарить музей-заповедник Несвеж за то, что помогли нам взять такой крутой ролик. И дали нам такой клевый замок. Ну, а с вами мы уже видим себя в следующем ролике. Все, всем пока-пока.